Ансамбль «Элеганс» проникновенно и нежно выводит мелодии минуэта, а по пролетарскому проспекту в праздничных нарядах, бальных платьях, под ажурными зонтиками неторопливо прогуливаются барышни. Впрочем, тогда, в XIX веке, проспект, конечно, назывался по-другому. Светлейший князь, основатель города, всем проспектам дал имена своих детей, а их у Дмитрия Борисовича и Екатерины Владимировны было пятеро. Звучит гусарский марш в исполнении ансамбля барабанщиков-воспитанников КДЦ «Октябрь», и на сцену поднимаются главные действующие лица. Мне Богом даден и супруг Дмитрий Борисович, мой генерал, сыскавший много-много разных почестей, наград в боях отважных, и сегодня, душа моя, нам дадена еще награда. Здесь оказаться вновь в своих угодьях, в своем поместье. Приятно видеть, душа моя, что моя вотчина растет и процветает. Мы рады приветствовать здесь всех вас. Супруги Голицыны приглашают к микрофону сегодняшних руководителей города. Я прежде всего хотел бы сказать слова благодарности за организацию такого замечательного исторического праздника, который мы впервые сегодня с вами проводим. Это значит, что мы храним нашу историю, мы возвращаемся к нашим корням, и это символично, потому что Петр I подарил земли Борису Голицыну, а его потомки основали наш замечательный город. Все это проводится в преддверии юбилея нашего города, 145-летия. Роли супругов Голицыных исполняют на празднице жители Голицына, супруги Наталья и Павел Деденко, артисты Москонцерта. В этом фантастическом по красоте торжестве заезжих звезд шоу-бизнеса нет, все свои. Это принцип автора и режиссера праздника Натальи Шевченко. Жаль только, что для князя Дмитрия Борисовича не нашли военный мундир. Он имел звание генерала от артиллерии и был награжден 17-ю отечественными и иностранными орденами. Князь покинул Голицына после революции. За границей, тоскуя по родине, прожил всего три года. Супруга пережила его на 29 лет. В городе с благодарностью называют объекты, на которых можно поставить автографы князя. Железнодорожная платформа, кирпичный завод, гимназия, мастерские, лазоплетения. Этому уникальному искусству, оно живет и сегодня, учили немецкие мастера. А веселиться и танцевать при дворе всегда любили. Начатый хореографический фестиваль на сцене продолжается и во дворе. Под руководством Натальи Мусык все дружно разучивают и танцуют забытый голоб. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.